Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер. Меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня тема нашего видеоролика будет называться «Шеф-монтаж». Недавно, недалеко от города Коломна, я ездил на один объект, который мы будем обшивать фиброцементным сайдингом кедрал. Там сейчас возводится каркас. Возводит его знаменитая в Ютубе компания «Строй и живи». Также, помимо того, что они будут возводить каркас, они еще будут делать кровельные работы, будут укладывать гибкую черепицу «Шинглз». Когда мы с клиентом обсуждали детали монтажа фиброцементного сайдинга, мы также затрагивали тему строительства и в целом затрагивали тему кровельных работ. Ему понравилось то, что я в кровлях разбираюсь, то, что я много знаю различных деталей, узлов. И он попросил меня проконсультировать ту бригаду, которая работает в компании «Строй и живи», для того, чтобы перестраховаться и сделать свой дом более качественно и надежно. Хочу сказать следующее, что если мы или кто-то, какой-то производитель проводит шеф-монтаж, это не значит, что та бригада, которая будет производить кровельные работы, они криворукие и ничего не могут делать. Просто задача клиента на всякий случай перестраховаться и, возможно, ту информацию, которую я дам бригаде и дам клиенту, она поможет ему, как я уже говорил, сделать дом более качественно и надежно. Если вам интересна тема загородного строительства и строительства в целом, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, как качественно построить себе дом. Приятного просмотра! Короче, я привез вот такую книжку, называется она «Стандартные уникмы», это, грубо говоря, такой сборник, где собраны все узлы, которые необходимы для того, чтобы качественно сделать крышу. В частности, вот эти узлы отвечают за то, чтобы нам качественно сделать кровельный пирог. Это утепление крыши, монтаж пароизоляционной пленки, монтаж гидроизоляции, монтаж вентиляции, ну и так далее. Здесь вот показана металлочерепица, но это в целом пример просто какого-то кровельного покрытия. Это может быть и натуральная черепица, и гибкая черепица, ну и так далее. Здесь есть определенные узлы, на которые нам нужно обратить внимание. То есть в любом деле, в любой стройке важны детали. То есть обычно, когда мы открываем проект, смотрим его, в целом все есть, но по факту каких-то деталей нет. Сегодня у нас тема будет, это вот монтаж гидроизоляции. Соответственно, по этим узлам мы будем проходиться. То есть монтаж гидроизоляционной пленки с торцов, в карнизном свесе, монтаж гидроизоляции в коньке, монтаж гидроизоляции в ендове. Примыкание есть, да, здесь? Примыкание есть здесь или нет? Ну, и узлы по примыканиям. Ну, давайте начнем с самого начала. Это самый такой ошибочный, на мой взгляд, больше всего, где делаются ошибки, это карнизный свес. Вот этот вот узел. Значит, гидроизоляционная пленка, вот эта вот, которая штрихом идет, ее можно делать двумя вариантами. Либо мы ее доводим до конца карнизного свеса, либо мы ее можем оборвать вот здесь вот. Вот. Если мы обрываем гидроизоляцию вот здесь вот, тогда мы вентиляцию подкровленного пространства можем делать через софит. То есть софит есть с дырочками, грубо говоря, у вас воздух здесь заходит, он попадает вот сюда вот в контррейку. Вот. И по контррейке он уже, грубо говоря, снизу идет вверх, и через конек он выходит. Таким образом происходит циркуляция воздуха. Это нужно для чего? Для того, чтобы те пары, которые образуются в утеплителе, создается тяга воздуха, которая эти пары вытаскивает. На кровельной фанере образуется конденсат. То есть в большей степени этот конденсат впитывается в фанеру, и нужно, и важно, вернее, создать нам такие потоки воздуха, которые этот конденсат условно будут сушить. То есть фанера будет сухой в этом случае. Если у нас условно вентиляции под кровельного пространства не будет, то, соответственно, фанера будет циреть и потерять свои свойства. А это очень важно в мягкой кровле, потому что сама гибкая черепица, это, ну, как бы не кровля. Это просто такое кровельное покрытие, которое защищает сплошное основание от протекания и создает ему, этому сплошному основанию, красивый вид. Это первый вариант. Значит, минус этого узла в том, что на гибкой черепице образуется конденсата не так много, но конденсат может образовываться на гвоздях, потому что гвозди, они металлические. Вот у меня есть фотографии, когда зимой, условно, на этих гвоздях, ну, ими образуются. Соответственно, этот вене весной будет куда-то, ну, пытаять и, соответственно, будет попадать на пленку. Если у нас конденсат попадает на пленку, то этот конденсат должен куда-то уходить. Соответственно, если мы пленку обрываем здесь, он будет попадать у нас вот сюда. Получается такое слабое место. То есть здесь возможно образование сосулек. Так вот они могут висеть. Иногда такое бывает. Ну, когда обильное количество конденсатора. Также этот конденсат может, условно, здесь создавать такую ледяную корочку. И тогда воздух у вас, условно, через эту ледяную корочку попадать не будет. Вот. Это первый узел. Второй узел это сделать, как вот показано вот в этом стандарте, когда гидроизоляционная пленка доводится у нас до конца свеса. Многие думают, что на гибкую черепицу, ну, или, как его по-другому называют, на мягкую кровлю снегодержатель ставить необязательно. Вот. Но иногда бывает такое, что когда выпадает первый снег, он тает, то образуется на гибкой черепице такая ледяная корочка. И вот она уже, как бы, может влиять. Она может быть скользкой, и, соответственно, тот снег, который будет лежать на ней, дальше, в дальнейшем собираться, он по этой ледяной корочке может уже съезжать. И из-за этого, как бы, могут быть определенные проблемы. Рассчитать это на 100%, ну, никто вам не рассчитает. Такой, как бы, статистики нету. И опытов таких тоже никто не проводил. Вот. Поэтому, если 100% вариант, это лучше устанавливать снегодержатель. Если вообще в целом смотреть, то сравнивая, там, например, гибкую черепицу с другими кровельными покрытиями, то, конечно, с нее снег намного хуже сходит. Это 100%. Потому что вот эта базальтовая крошка, которая там идет, она как бы, ну, вот этот снег, он как бы туда цепляется, да, и, соответственно, она его держит. Например, с металлочерепицы мне, вот, не знаю, вот весной в день, там, 2-3 человека звонят и просят, чтобы мы приехали и установили снегодержатель. Вот по мягкой кровли вообще такого нету. Вот те, у кого мягкая кровля, они вообще не звонят по поводу снегодержатель. В основном люди, 90, наверное, процентов это люди с металлочерепицы и 10% это, наверное, с натуральной черепицы. Нет, снегодержатель не был установлен на черепицу. С утра встали, с забора нет. Неправильный расчет. А, не было? Нет, это на черепице. Нет, на черепице. Да, и не было. Ну, не было, поэтому и свалило. На металлочерепицу 100% надо ставить. Дальше с пленкой определили, что обязательно ее здесь нужно проклеивать. И вообще, вот когда мы делаем утепленную мансардную крышу, в данном случае у нас мансардная крыша, обязательно все стыки проклеиваются. Значит, стыки проклеиваются в основном не из-за того, что условно там вода может как-то сюда забежать, какой-то конденсат. Скорее всего, обратную сторону, если вы делаете особенно нахлёст 15 см, то вода в обратную сторону не пойдет. То есть мы проклеиваем стыки для того, чтобы сделать нашу конструкцию мансарды более энергоэффективной. Если у нас чердак холодный, тогда мы стыки пленки не проклеиваем. Если у нас мансардная утепленная крыша, тогда стыки гидроизоляционных пленок, ну, диффузионных мембран, мы проклеиваем обязательно скотчем. Значит, если мы не проклеиваем, что мы получаем? Воздух, мы понимаем, что мы создали вот этот вот вентилируемый зазор, и у нас идет холодный воздух. Этот холодный воздух попадает между стыков пленки. Соответственно, в утеплителе, если у вас там 20 см, по факту будет не 20 см, а сантиметров 14 утепление. То есть конструкция получается менее энергоэффективной. Это первый момент. Потому что в утеплителе, в данном случае здесь будет таковато, там воздух теплый. Если туда заходит холодный воздух, он выдувает теплый воздух. Вот. Второй момент. Если у нас есть движение воздуха холодного, соответственно, возможно, утеплитель из-за того, что там может как-то образовываться точка росы, да, утеплитель может более наполняться влагой. Соответственно, если в утеплителе будет, ну, не воздух, условно, а немного влаги, да, то он уже, у него лямбда другая, он уже становится более холодным. Вообще, утеплитель минеральная вата, эковата, когда я учился в струте пассивного дома, вот, как немцы говорят, есть у утеплителя лямбда 0,0, допустим, 34. То, так как происходит вот это движение диффузии, диффузия водяного пара, то они, когда делают теплорасчет каких-то конструкций, они просто закладывают 20%. Допустим, если 0,0,34, добавляем 20%, то это будет, ну, примерно, 0,0,43. И вот эту лямбду 0,0,43 они закладывают в теплорасчет. Вот. Но это при условии того, что у нас все проклеено, все сделано качественно. Если мы, соответственно, не проклеим, то, наверное, там будут какие-то другие коэффициенты. Вот такой получился небольшой отрывок. Еще будет к заказчику два выезда. Мы обязательно будем все это снимать на видеокамеру. Сейчас вот, грубо, я объяснил строителям какие-то процессы, которые они должны будут выполнить. Соответственно, второй раз, когда я буду приезжать на объект, я уже буду смотреть, правильно ли они все сделали или неправильно. Если будут какие-то ошибки, я на эти ошибки укажу. Вот. Они все это быстренько исправят. Буду, опять же, объяснять по поводу того, как правильно монтировать гиппу черепицу, уже про детали самой кровли. Вот. И потом также я это все буду выкладывать на своем канале. Если вам понравилась эта тема, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной стройки, друзья!